Говори. Авторская постановка в честь дня рождения Романа Грунченко. Кадр 1, дубль 1. Жил-был молодой психиатр по имени Гектор, и был он не очень доволен собой. Хоть Гектор и был собой недоволен, но все-таки выглядел как настоящий психиатр. Носил маленькие очки в золотой оправе, придававшие ему вид интеллектуала. И умел выслушивать собеседников с задумчивым выражением лица, время от времени произнося. У него даже имелись небольшие усики, которые он подкручивал, когда усердно размышлял. Он их понержет, да? Его кабинет был тоже похож на кабинет настоящего психиатра. Там стоял диван, казавшийся старинным. Это был подарок мамы по случаю начала врачебной практики. Там были копии египетских или индийских статуэток. И большая библиотека мудреных книг. В том числе несколько настолько мудреных, что Гектор их и не читал. Люди охотно шли на прием к Гектору. И не только потому, что он выглядел как настоящий психиатр. Помимо этого он владел секретом, известным, хорошим врачам, которому однако не учат в институте. Его действительно интересовали люди. Когда человек впервые приходит на прием к психиатру, он, как правило, немного смущается. Боится, как бы его не приняли за психа, даже если знает, что доктор и не такое видал. Или же опасается, что его случай покажется недостаточно серьезным, и его пошли куда подальше. Но поскольку он уже записался на прием и пришел к врачу, то решается рассказать о своих мелких странностях и маниях, о необычных мыслях, посещающих его, которыми он давно ни с кем не делился, хотя они его мучают, о своих страхах и печалях, мешающих ему жить. С непривычки может даже показаться, что вас и не слушают. Вообще-то он имел успех не только потому, что умел выслушивать людей. Помимо этого, он владел некоторыми профессиональными приемами. Благодаря этим профессиональным уловкам, лекарствам, психотерапии и своему секрету, умению по-настоящему интересоваться людьми, Гектор был довольно хорошим психиатром. Иначе говоря, он добивался тех же результатов, что и любой другой врач, например, кардиолог. И все-таки Гектор был доволен собой. Он был собой доволен, так как ясно понимал, ему удастся сделать людей счастливыми. Спасибо, спасибо, спасибо. Ира! Брура! Проводим рождением! Главный момент. На себя поворачивайте, на себя поворачивайте. Главный момент. С днем рождения! Главный момент. Главный момент. Главный момент.